Добрый вечер, уважаемые телезрители. Программа «Открытый диалог» по-прежнему с вами, по-прежнему в нашей вечерней студии. Интересные гости, которым есть что рассказать и всегда поделиться важной и полезной, иногда даже молодежной информацией. И у нас в гостях Борис Борисович Новиков, начальник управления по работе с молодежью, администрации замечательного Люберецкого молодежного района. Борис Борисович, добрый вечер. Здравствуйте. Борис Борисович, отпраздновали, отгремели все новогодние праздники, мы посещали много мероприятий, у нас за спиной все это осталось. Впереди уже, если к слову, наметки на 2012 год и бюджет, и даже бюджет нам не нужен, мы и без него справимся, у нас всегда все хорошо. Если вкратце пробежаться по молодежным мероприятиям или мероприятиям, в которых принимала участие Люберецкая молодежь, наверное, передачи нашей и не хватит. Да, да, не хватит. Потому что действительно было очень много, то, что мы запланировали все мероприятия, мы их провели, и даже сверх того. То есть периодически возникали какие-то идеи у нас, идеи у наших молодых люберчан, которые мы воплощали в реалиях. Поэтому, пожалуйста, на каких остановимся. Борис Борисович, шуточное начало такое. И когда мы были в вашем помещении, которое пока еще не отдельно стоящее, но в жилом доме, у вас настолько люди профессиональные, настолько преданные своей профессии. Вот ваш заместитель, девушка, она даже на последних сроках беременности все равно, даже в выходные дни, выходит на работу и координирует какие-то направления. Да, да. Вот такая самоотдача. Действительно, это Екатерина Владимировна, мой специалист по молодежи. Она как раз в эти предновогодние дни занималась нашим проектом, это школа Деда Мороза, которую мы реализуем не первый год уже. Действительно, обучаем студентов, молодежь этому ремеслу. И ребята выходят у нас к детишкам, в детские дома, в семьи, и дарят радость, приносят новогодний праздник. Борис Борисович, если я сейчас возьму список мероприятий, в которых вы принимали участие, ну такие, может быть, районного или областного масштаба, то у меня глава может закружиться. Там несколько десятков позиций. С чего начнем? То ли с Селигера, то ли с Ромашки, то ли с 9 мая, то ли с КВН. Давайте так, мы пробежимся. Селигер – это наш традиционный форум образовательный. Там у нас молодежь образовывается, принимает участие в спортивных мероприятиях, встречаются с политиками, встречаются с бизнесменами, встречаются с актерами известными. Вот, действительно, в том году ребятам, можно сказать, посчастливилось, они у нас принимали участие в смене, лидерство, и встречались с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным. Нашей Либерецкой? Да, да, наша делегация Либерецкая, и с режиссером, актером Бондарчуком. То есть, как бы, мы, ну, делегация была укомплектована достаточно активными ребятами, там, это и молодежный парламент, наша молодежная общественная организация. И по итогам, вот, что, даже можно при 2010-й год, и 2011-й, всегда отмечается уровень организации подготовки наших ребят, участие в этом мероприятии. Это Московской области областным как раз комитетом тоже Либерецкий район был удостоен благодарственным письмом за вот эту организацию. Действительно, хорошее мероприятие, познавательное, какие-то идеи они сюда привезли, может, посмотрим, реализуют в Либерецком районе в этом году. Но это, как бы, такой наш традиционный, да, селигер. Если говорить о 9 мая, то тоже молодежные программы у нас были, у нас в основном всей подготовкой в том году занималась молодежь, и участие в этом мероприятии, это и участие в концертах, это и возложение, это и раздача георгиевских лент. Письма треугольные. Да, треугольники, письмо ветерану, это встречи с ветеранами, это прежде всего в преддверии 9 мая, это встреча Совета ветеранов и нашей молодежи, непосредственно молодежного парламента, где мы закрепились за нашими ячейками первичными в наших поселках во всех. Это выезды в дома к ветеранам, помощь, свет в окне акции, мы с Российским Союзом молодежи ее проводим, это уборка, помощь в ремонте. То есть достаточно, если говорить в общем, 9 мая у нас не закончился одним 9 мая, оно у нас продолжалось в каких-то различных мероприятиях, где ребята молодые поучаствовали, проявили, помогли нашей молодежи. Конечно, здесь у нас Совет ветеранов, Юрий Александрович Орехов, председатель, с которым мы плотно работаем, сотрудничаем. И всегда он у нас, как мы говорим, любим ему говорить, вы у нас, Юрий Александрович, в молодежном активе по этим позициям. Что еще можно отметить? Мы по линии комитета по физкультуре, спорту, туризму, работе с молодежью Московской области. В том году нам удалась военно-спортивная игра «Защитник Отечества». Наши ребята принимали участие, наша молодежь. Зарница? Да, это своеобразная зарница, только там немножко есть новшества и пейнтбол. С учетом современных реалий. Современных реалий, да. То есть там ориентирование, сборка-разборка автомата, полоса препятствий. Картинг. Картинг не ввели в области, это у нас только в Рюберцах реализуется. И выбили себе путевку в финал. То есть в 2012 году они будут принимать участие в финале. Они оказались в десятке лучших. В Московской области четвертое место заняли, но таким образом все равно не прошли у нас финал. Это и КВН. Наша команда гуманитарно-социального института, она у нас постоянно ездит, постоянно принимает участие. Они также добиваются определенных успехов, представляя наш Рюберецкий район. Это и День православной молодежи Московской области, тоже мы вот по этой линии. И молодежь и религия конференция. То есть мы, по мере своих возможностей, мы принимаем участие в областных мероприятиях. И молодежь Люберецкого района достойно их представляет. И то, что в 2011 году мы проводили областную акцию, и в 2010, и в 2011 областной комитет нам доверяет Люберецкому району «Мы граждане России». Вот эта акция, то есть она под эгидой молодежных общественных... Паспортизация. Да, да, паспорта мы вручаем в торжественной обстановке нашим юным гражданам. Это тоже было областное мероприятие. К нам и городские округа приехали, и муниципальные районы наши практически. Ну, мы охватили большое количество. Это у нас уже стало традиционное мероприятие. И тоже мы получили достаточно высокую оценку за проведение этого мероприятия. Как бы, ну, это я как бы в областных мы участвуем, да, это вот федеральный уровень, да, мы тоже 2011 год, дни молодежи, Содружества независимых государств. 20 лет было СНГ, был большой форум, мы говорим на одном языке, куда приехали представители всех республик СНГ, а также тех, кто не входит, это там и эти наши прибалтийские республики, Грузия. И молодежь была тоже очень достойной, и хорошо мы приняли участие в этом мероприятии вот такого вот масштаба. И действительно, у нас теперь друзья по всему СНГ вот звонят нам, приезжайте к нам, давайте к нам, к нам, то есть такой форум организуем. Может быть, мы в 2012 году еще что-то организуем, или у нас примем, или к ним с нашей молодежью поедем, потому что мы пообщались. То есть база есть для этого, возможности есть, нам только собраться, приехать и продолжать работать и дружить в этом направлении. Ну и хотелось бы отметить Российскую таможенную академию нашу. Они у нас тоже, это по линии КВН, но они принимали у нас участие в фестивале КВН по линии Александра Маслякова-младшего. То есть нам удалось и на этот уровень представить наш Люберецкий район. И тоже ребята достойно отшутили, отвеселили там и как бы получили дальнейшую путевку там, ну у них свои там лиги и так далее. Но во всяком случае нам удалось и туда представить наших молодых люберчан, веселых и находчивых. Кстати, Борис Борисович, осенью 2011 года мы случайно, а может быть не случайно попали в таможенную академию. И там собрались ребята, ну 18-19-20 лет. Я так понял, что это какой-то может быть студенческий профсоюз или студенческая какая-то община. Это в 2011 году у нас был создан Совет студенческой молодежи при главе Люберецкого района. Такие солидные все. Объясню почему, потому что у нас есть молодежный парламент, куда мы наших школьников захватываем, да, наше общеобразовательное учреждение, организация, которая достаточно серьезно себя заявила. Но многие ребята, как бы, ну, студенты нашего учебного заведения, они об этом наслышали, сказали, нельзя что-то, нечто такое же попробовать. Ну, хорошо, мы подумали, собрались, глава присутствовал в администрации, и было принято вот такое решение создать Совет студенческой молодежи как раз в Российской таможенной академии. Вы присутствовали, это было одно из заседаний, потому что наша одна еще задача, мы знакомимся, знакомим других, у нас же 13 учреждений высшего и среднего специального образования на территории Люберецкого района. То есть, ну, ребята хотели туда съездим, посмотрим, там познакомимся, они и музей в таможенной академии посмотрели. Поэтому, ну, достаточно активно они включились в работу, если вот взять большой плюс этого Совета студенческой молодежи, это сейчас, как везде, требует, да, федеральное волонтерское движение, добровольческое деятельность. И вот в 2011 году авиасалон «Макс» в Жуковском, там порядка 200 человек люберчан принимали участие в качестве волонтеров. То есть, ну, помогали, встречали, там, провожали, организовывали, и как бы базой были наши как раз вот студенческие коллективы и Совет студенческой молодежи. Вот, при главе района, и прошло соответствующее обучение, за что я благодарен нашим учреждениям высшего и среднего специального образования, которые в 2011 году действительно активно с нами сработали, сработали на ура. И здесь прям большой им плюс в этом взаимодействии. То есть, в некоторых районах, да, там как-то есть слабо взаимодействовать, есть, ну, вот у нас прям действительно с муниципальными органами власти, то есть, идет полное взаимодействие. То есть, это вот большой плюс действительно волонтерское движение, потому что о нем говорят на всех уровнях, и это был большой шаг именно вот Совет студенческой молодежи. Потому что я не говорю, помимо всех мероприятий, где, кстати, тоже, наверное, освещали, освещал, да, Либеретское телевидение, тоже Совет студенческой молодежи, молодежной организации, молодежный парламент. Это впервые в Либеретском районе мы подхватили эту всероссийскую акцию, это 22 июня, ровно в 4 утра. То есть, мы были в вечном огне, вся молодежь, и почтили память погибших в Великой Отечественной войне, ребята сказали. Слова это тоже вот наша молодежь, наши организации все. Ваши ребята, ваши подопечные, ваши коллеги, ваши единомышленники не только развлекаются, но и занимаются серьезными делами. Взять хотя бы ежегодную акцию под названием, ну, где много лепесточков, ромашка. Да, да, это благотворительная акция, ромашка. Мы ее реализуем с нашей молодежной общественной организацией, Российский союз молодежи в Либеретском районе. Действительно, акция приносит свои результаты, потому что поднимая на молодежном уровне, молодежью, какую-то ту или иную проблематику, которая возникает в каком-то социальном учреждении, еще где-то, мы привлекаем внимание, мы можем реально сделать какое-то доброе дело. Потому что вот именно в том году акция, ромашка, она была направлена на помощь ожоговому отделению Либеретской детской больницы. То есть, когда эта тема поднялась, то есть, спасибо средствам массовой информации, очень активный интернет-портал наши, и телевидение, и газеты, и радио, все откликнулись. И действительно удалось привлечь внимание, пусть чисто финансовых средств, допустим, на улицах города мы собрали немного, но был приобретен ожоговому отделению аппарат «Ланцет». Вот это результат акции, то есть, и ожоговому отделению стало теперь, ну, полегче, пусть не совсем легко, но легче у них появился такой аппарат, потому что он был им нужен. Может быть, это вот результат, я считаю, поэтому акция тоже будет проводиться, мы это согласовываем, мы думаем, что, где, кому, что, какая помощь. Ну, мы не говорим, что вот все плохо, да, ну, есть определенные, да, проблемы, что-то, что-то не хватает, понятно, что все сразу не будет. Вот это результат акции, я считаю, что и на пользу детишкам, пусть выздоравливают, и будем продолжать. Ну что ж, уважаемые телезрители, в гостях у нас был Борис Борисович Новиков, начальник управления по работе с молодежью администрации самого молодежного Либеретского района Московской области. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok